Торжественный и символический повод собрал в зале театра оперы и балета кинематографистов и экологов республики. Ключевое событие вечера – передача эстафеты от закрывающих год деятелей кино к открывающим природохранителям. На мероприятии подвели итоги года уходящего и вручили государственные награды отличившимся. Подробности у Ивана Подойницына. В этом году в республике открылось 8 современных кинотеатров. Но на сегодняшний день кинозалы еще отсутствуют в 17 районах. Во многом это обусловлено низкой окупаемостью в населенных пунктах с небольшой численностью населения. Федеральный фонд развития кино в 2016 году выделил около 15 миллионов рублей. Таким образом было открыто три кинотеатра. Якутия была поддержана в связи с высокими показателями посещаемости, которые достигают ее за счет популярности местного кино у населения. В этом году запущены два крупнейших проекта. Один крупный проект называется «Созвездие Марии». Это снимает сейчас совместно производство московских, санкт-петербургских, якутских кинематографистов. Это по моему спектаклю «Созвездие Марии» в русском театре подставил. И второй фильм сейчас уже скоро запустится. Этот фильм «Дагандархан» сахафильм снимает. И завершился кинобум наш. На Медне в свете президентского госсовета по развитию экологии были намечены приоритеты природоохранным структурам. Многие из них, по словам Министерства охраны природы, совпадают с республиканскими. Поэтому план природоохранных мероприятий на 2017 год емкий. Во-первых, будем повышать уровень, статус особо охраняемых территорий. Это опять же вопрос касается федерализации некоторых ресурсных резерватов. Новосибирские острова, допустим, которые обретут федерального заказника. Опять же идет вопрос изменения статуса на федеральный статус ГБУ, природный парк Ленские столбы. Здесь некоторые СМИ трактовали о том, что Ленские столбы будут переданы федерации. Природный комплекс ни в коем случае никуда переходить не будет. Жители, как пользовались этими красотами, как любовались, так и будут любоваться. Просто организационно-правая форма изменится. Также продолжаются работы по уже известным проектам, таким, например, как «Белый медведь» и «Котылык». Отдельным проектом будет запущена работа по дикому северному оленю и хищным птицам. Юлия Михайлова, Любовь Васильева, Иван Подойницин, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.